В Казахстане за последние 7 лет сформировалась новая отрасль отечественного автомобилестроения. И многие считают, что это сфера крупного бизнеса, в которой нет места для малого-среднего. На самом ли деле это так? С вами я, Лизат Ибрагимова. Здравствуйте! Сегодня мы видим, как в Казахстане создается отечественное автомобилестроение. Давайте попробуем разобраться в коллизиях отрасли. И у нас есть официальная информация из агентства по статистике. По данным статистики, рост производства казахстанских авто регистрируется с 2008 года. Этот показатель за 6 лет увеличился в 11,4 раза. Прирост составляет более 200% в год. При этом эксперты отмечают, что основную долю объема выпуска продукции машиностроения в денежном выражении составляет производство автотранспортных средств. Так, в отрасли автомобилестроения за январь-декабрь 2013 года произведено в 2 раза больше легковых автомашин, чем за аналогичный период 2012 года. Как оцениваете вы развитие отечественного автомобилестроения? Итоги говорят сами за себя. Мы достаточно позитивно их оцениваем. То есть в 2013 году уже в Казахстане реализовано 168 тысяч автомобилей. Каждый пятый автомобиль был произведен нашими казахстанскими предприятиями. В этом году рынок растет. Если брать по июнь месяц, то рост рынка составил порядка 15%. А уровень автомобилей, произведенных в Казахстане, вырос до 21,5%. Динамика очень активная началась 4 года назад. Начало действия таможенного союза. Это был достаточно хороший стимул. В прошлом году мы произвели 31 тысячу автомобилей. Это, конечно, рекордная цифра и для Казахстана, и для нашего завода. И мы занимаемся реализацией нового проекта строительства автозавода полного цикла. Мощь 120 тысяч автомобилей в год, где будут уже переделы такие, как сварка, окраска и, конечно, сборка. Мы в 2013 году показали прирост почти в 200% по продаже, реализации коммерческой техники. Ну и более того, с 2012 года мы являемся экспортерами в рамках таможенного союза. Это тоже очень такой положительный фактор и тренд. Динамическое развитие автомобильной отрасли дало толчок в развитии кадрового потенциала. Если раньше представление о специфике и профессиях было только на бумаге, то сегодня очень многие учебные заведения, плюс разрабатываются специальные программы обучающие. Все эти программы нацелены на то, что в Казахстане сформируется определенный сегмент квалифицированного персонала. Я знаю, что многие страны, которые начинали отечественное автомобилестроение, воспитывали культуру такого потребительского патриотизма. Когда человек должен был покупать, прежде всего, отечественное, понимая, что с каждым новым купленным автомобилем он вкладывает в то, что следующее поколение получит лучший автомобиль. Многие люди уже понимают, что казахстанские автомобили – это действительно факт, что они недорогие, удачные в обслуживании, имеют высокое качество. Это тоже уже факт. И потом наличие завода на территории – это всегда наличие запасных частей, это всегда наличие соответственного сервиса. Ощущение и видение казахстанского автопрома, оно меняется. Кто сейчас основные покупатели вашей продукции? Физические лица на сегодняшний день. Да, на первом этапе нашего становления очень большую роль сыграло государство с помощью приобретения для госнужд. Нет ни одного примера, где бы автомобильная промышленность развивалась без вмешательства, без помощи государству. На сегодняшний день основной акцент мы сделали на физических лиц, на конечного рядового потребителя. Я думаю, что это как раз стратегия победы. Мы вступим в ВТО, и тогда государство не будет нести никаких соответствующих обязательств перед отечественными производителями. И та стратегия, которая направлена просто на потребительский рынок, она, наверное, приведет компанию к успеху. Конечно, эта отрасль нуждается в определенной опеке, но, во всяком случае, в контроле этой отрасли, когда мы четко понимаем, потому что у нас есть определенные правила игры, есть обязательства перед правительством и перед нашими гражданами по увеличению локализации, по качеству автомобиля. Контроль в этом отношении, он для нас очень важен и необходим. Автомобилестроение во всем мире носит очень большой мультипликативный эффект. Я хочу, чтобы вы посмотрели следующий сюжет. Автопром, он выходит сегодня к нам с предложением о том, что он готов создать некую индустриальную площадку собственную, для того, чтобы развивать комплектующие цеха, заводы, чтобы все это находилось на одной компактной территории. И в этой связи через дорожную карту бизнеса мы пошли навстречу автопрому. И только на следующий год мы заложили уже более 2 миллиардов тенге, за то, чтобы начать развивать такую индустриальную зону. Я называю индустриальную зону только потому, что на площадке, которая будет развиваться сегодня, будут располагаться те предприятия, в основном это малый и средний бизнес, которые будут заниматься производством запчастей, комплектующих. Естественно, государство, поддерживая этот сектор экономики, вкладывая, в конечном итоге получает эффект очень большой. Многие потребители считают, что автомобилестроение – это обязательно крупный завод, который самостоятельно занимается фактически всем производственным процессом. А мировая практика показывает, что можно использовать возможности малого-среднего бизнеса. Каковы условия в Казахстане? Все, что делает завод, это фактически имеет оборудование для сборки этого автомобиля. Все остальные компоненты, все остальные услуги, которыми пользуются это предприятие, логистика, наличие сервиса и прав дилерских – это малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес по реализации автомобиля, малый и средний бизнес по предоставлению услуг, бодибилдинга, автокомпонентов. Все, что находится внутри автомобиля, кроме таких сложных агрегатов, как двигатели и коробки, где мы покупаем, и штампованные листы металла, везде может конкретно участвовать малый и средний бизнес. Более того, все автомобильные компании, находящиеся в Казахстане, нуждаются в таких поставщиках. И эти поставщики нужны недалеко, в Японии или в Южной Корее, или в Америке, а они нужны здесь, к нам поближе. Если брать общую тенденцию рынка, вот мировую, то каждое рабочее место на заводе формирует 8-12 мест в смежных отраслях. Те цифры, о которых Андрей говорит, это не какие-то будущие виртуальные цифры. На сегодняшний момент, не имея даже производства полного штатного полного цикла, на тысячу человек, работающих на заводе Азиавта, приходится еще 5000 наших партнеров. То есть на сегодняшний день у соотношения уже 1-5. Когда мы перейдем к полному циклу производства, когда поднимется компонентная база, вокруг крупного автосборочного завода будет сформирован кластер производств, может быть, мелко-среднего бизнеса, такое соотношение действительно будет достигнуто, как 1-12. Вот к тем блокам, которые перечислил Андрей, я бы добавил еще один такой блок в части коммерческой техники, потому что производители коммерческой техники выпускают машины в виде шасси. Сам сегмент очень широкий, и вариаций сотни, до кранов, пожарной настройки и так далее. Таких компаний сейчас в Казахстане очень много создается. Это очень отрадно, потому что, чтобы, к примеру, установить на один грузовик кран, там работает порядка 10-15 человек на другом предприятии. Мне бы хотелось показать вам следующий сюжет. Хотелось бы сделать пользу тем людям, которые действительно нет возможности, но хотя... Если ездить на ручном управлении самодельном, то устаешь. А именно, допустим, заводское ручное управление, оно облегчает само движение. Необходимо, чтобы человек пришел, приехал на коляске, сел в машину и почувствовал это ручное управление. Что жизнь на этом не остановилась. В планах есть переоборудование действительно машин на ручное управление. Я занимаюсь изготовлением медицинского оборудования. Проблем никаких, как бы сказать, для меня нет. У меня есть все оборудование, все оборудование для изготовления любой металлоконструкции. Чтобы заняться этим, нужно получить знания, опыт, работу, против стажировки, как это все делать, просто увидеть это в реалии, с чего это все начинается. А потом уже это все перенести, допустим, в Казахстан. Итак, встречайте наш герой Баяхмед Жаксыбаев. Баяхмед, а какие перспективы вы видите для себя в этой отрасли? Ручного управления нету, допустим, конкуренции. Это раз. Во-вторых, 80% в Казахстане, насколько я вот общаюсь с инвалидами, они ездят на ручном управлении самодельно. Многие, допустим, просто используют какие-то палки. Но это небезопасно. Лучше можно было бы купить, допустим, новую машину, установить на нее. Это очень интересный проект. И вы правы, большая-большая ниша. Для малого бизнеса автомобильная тематика, она очень плодотворна в части того, что можно найти себе необходимое применение деятельности. Будь то, как предложил Баяхмед, оснащать ее, адаптировать для инвалидов, будь то тюнинговать или делать какие-то дополнительные вещи, которые завод, крупномасштабное производство не готовы осваивать. В Японии очень много организаций, маленьких предприятий, которые занимаются этим переоборудованием автомобилей. На первом этапе Баяхмеду посоветовал бы все-таки воспользоваться глобальной сетью, связаться с производителями в Японии, с производителями именно такого оборудования. Не изобретать велосипед просто. Взять это ноу-хау и попробовать его адаптировать здесь уже вот с моими коллегами на заводе. Допустим, пушное управление, это японская последняя уже разработка у них. На одном рычаге тормоз, газ, поворотник, ближний свет, дальний свет, круиз-контроль, сигнал. Ну вот, пожалуйста. Все необходимые, что есть. Что касается именно оснащения ручным управлением, то тут, конечно, очень важно соблюсти правила безопасности. Необходимо очень четко разработать и согласовать эту конструкцию, даже процедурно с органами дорожного движения и лучше, если согласовать это с разработчиками конструкции и с автозаводами. Возможно ли потом как-то сотрудничать с вами об установке, допустим, ручного управления на новые автомобили? Мы готовы, конечно, оказать нашу поддержку для того, чтобы провести соответствующие питания, провести какие-то консультации. При тех идеях, которые есть у Баяхмета, я думаю, что это вполне выполнимо и наша компания готова тоже поучаствовать и предоставить наших конструкторов, которые бы могли оказать необходимые советы. Что касается сертификации, конечно, должны быть специальные устройства действительно сертифицированные. Я думаю, что та поддержка, которая необходима будет в лицензировании сертификации этого вопроса, мы, конечно, поможем и рассмотрим. Для полной оценки своего бизнес-предложения я думаю, вам нужно будет поработать с Центром обслуживания предпринимателей, где мы в рамках сервисной поддержки поможем вам с маркетологами, поможем со специалистами, которые сделают четкие расчеты, чтобы вы уже более четко видели полностью свой будущий бизнес-план. Ну, я думаю, после сегодняшней передачи бизнес-идея обретет жизнь. Моих метров обретет жизнь. Да. Я хочу вам подсказать, что в Дорожной карте бизнеса 2020 инструментами, которые воспользовались фактически все компании, которые здесь находятся, есть определенная приоритетная отрасль станций технического обслуживания. Вы можете воспользоваться субсидированием процентных ставок, если в результате разработки бизнес-проекта будете обращаться за кредитами в банке второго уровня. Мы тоже субсидировали взятый кредит в банке второго уровня на развитие нашего завода, на запуск завода. Сейчас очень активно бизнес-сообщество и малый и средний бизнес пользуются теми субсидиями, которые предоставляет фонд ДОМУ именно в части субсидирования ставок по лизингу, ставок по взятому кредиту в банках второго уровня. Эта программа достаточно уникальна и интересна, потому что общаясь с коллегами из России или из Беларуси, которые очень часто удивляются, что у нас есть такие программы, да, и говорят, ну, вам государство дает деньги на строительство завода, автосалонов, сервисных центров, чего практически, например, в той же самой Беларуси и в России пока не наблюдается. Я, как представитель отечественного автопрома, хотел бы обратиться с призовым к малому и среднему бизнесу. Дело в том, что мы, казахстанские производители, взяли на себя обязательства перед правительством к 2017 году увеличить долю казахстанского содержания до 50%. Сегодня доля казахстанского содержания достигает 30-32% в зависимости от модификации. Оставшиеся 18-20% мы сможем добиться только путем использования автокомпонентов, произведенных либо на территории Казахстана, либо на территории стран-таможенного союза. Как все знают, на территории стран-таможенного союза, в частности, в России такие предприятия уже существуют, у них уже есть продукция, но я выступаю с призывами и к нашим казахстанским представителям малого и среднего бизнеса, чтобы они развивались в этом направлении, чтобы началась активная работа. Таким образом, сегодня, говоря об отечественном автомобилестроении, мы сделали акцент больше на развитии малого и среднего бизнеса, который может группироваться рядом с крупным бизнесом, с крупными заводами, которые сегодня были представлены в передаче. КОНЕЦ